Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот я уже сняла кулечки. И вид совершенно другой. Но кулечки очень и очень важны. Вот смотрите, все цветочки на месте. Видите, орхидейки прекрасно адаптировались. Потому что резкое попадание в квартиру с сухим воздухом приводит к тому, что орхидейки сбрасывают цветы. Так что первый этап я прошла. Хотя бы в этом году она у меня подцветет. И вот эта малышка без кулечка уже понятна, что она совершенно необычная. Такие плотненькие цветы, как пластмассовые. Много цветоносов. Правда, вот у нее один листик что-то пожелтел. Ну, ничего, я думаю, что просто я его уберу. Вот теперь уже видно, какая она своеобразная. Вот это у меня уже второй митрец цветет. Она такая же по плотности, вот какая-то пластмассовость во всем этом есть. Они такие вот, как вузковые. Вот эти цветочки. Хотя сами листики у них менее плотные, чем у обычных орхидей. А цветочки вот такие, какие-то вот прям, такие вот плотненькие по виду. Вот у этих цветы такие, как у обычных орхидей, по плотности. А вот по цвету они невероятные. Я вот сегодня пытаюсь без электрического цвета снять, но на улице все равно мрачновато. И все-таки цвет так уж не передается. Сейчас хотя бы видно, что вот эта орхидейка желтенькая, а не белая, потому что она у меня все время белая получалась. И продолжают цвести гипиастромы. Вот какое чудо распустилось кэндифлос. И еще я хочу рассказать, ну даже в прошлом году, как я хорошо придумала. Сейчас я вот покажу сначала. Вот эти два красавца Амадеуса. Вообще фантастические. Так красиво распустились. В прошлом году я подсаживала лук. А в этом году я подумала, зачем. Так вот это была гениальная идея. На самом деле вот устами младенца глаголит истина. Когда люди начинают, а в прошлом году это вообще были мои первые посадки, они все время придумывают что-то оригинальное. Так вот, лук, видите вот здесь палочки, он уже у меня завалился под тяжестью цветов. А лук вот работал как держатель. Он его держал. Я лук плотно насадила, и получается эта луковица за счет лука держалась. Во-первых, я боялась ее залить, и лук выпивал воду мгновенно. Во-вторых, то есть лук выполнял очень много функций. Можно просто посмотреть мои видео, леснуть туда, назад. Я, может быть, и выложу под этим видео свои старые. Но налюбоваться этой картиной просто невозможно. Это что-то вот... Ну, надо же, вот какая красота! Ну, очень здорово! И вот такая мрачная погода, солнца нет, света нет, а вот такие огромные цветы вырастают. Это удивительно! То есть гипиастру к свету, в общем-то, нетребовательны. А уж про архидейки и говорить нечего. Вот этого восточного окна, вот этого света им, оказывается, вполне достаточно, ну, во всяком случае, для магазинного цветения. Комнатное цветение, домашнее, у меня не получилось. Сначала она нарастила кучу бутонов, но не здесь. На южном окне, вернее, перед южным окном. Та архидейка, которая у меня с прошлого года. А потом она все до единого бутона сбросила. Но у нас был ремонт, я ее таскала туда-сюда, я ее забыла полить, она у меня пересохла. В общем-то, все было так сложно. Вот. И я надеюсь, что все-таки это место понравится орхидеям, и будет здесь и домашнее цветение в том числе. Ну, в крайнем случае, я сделаю здесь подсветку. Но пока что я удивляюсь этой красоте. просто удивляюсь и любуюсь вот этими чудесами. А лук, это было вообще не лишнее. Вот я даже думаю, как бы все-таки его здесь опять пристроить, этот лук, в эти горшочки. Просто я сюда уже насажала и рождественников, и листья каланхоя. И, в общем, здесь такое у меня. Но они-то ничего не держат, а лук и держал, и воду выпивал. То есть, от лука была польза. Вот. Такая у меня картина. просто сказочная. И очень долгая. То есть, вот зацвели эти гипиаструмы, кэндифлос, 30 декабря. А потом они один за другим распускались, и у меня дня не было без цветочка. А сейчас вот такое цветочное просто пиршество, изобилие. Желаю всем всего самого-самого замечательного, здоровья и удачи! Спасибо.